Письки, бантики, кто-то пишет. Опа, кто-то улетает в бан на месяц. И у нас ста... стоп. Да, кто не отстреливает, это малый финал лозеров. Это битва за квоту. Проигравшая команда занимает четвертое место и прощается с турниром Asus Summer 2011. Команда, которая выиграет, получает квоту. Получает квоту на гранд-финал Asus, который состоится на следующих выходных. Поэтому довольно забавная игра. Встречаются команды GameZone, GZ и IvanDota. Ну и за Skurge играет команда IvanDota. Они уже 2-1 ведут. За сынтов играет GZ. Итак, Brain играет на Shaker. Mist опять играет на... Последнюю игру, которую мы комментировали, было абсолютно так же на House Knight. На Liche играет на этот раз Kassa. В миде у нас на Бэтрайдере Иван Оксана. Иван Оксана такой. Иван Оксана. Оксана Ивановна, так сказать. Залетели здесь на Destroyer, прячет он. Лучше бы себя... Боже, боже. Матрица такой фигни не прощает просто. Итак, счет стал 2-2. Давайте по героям еще раз. Оксана играет на Бэтрайдере, ну и на Клэкерке у нас играет Бигнам. Кто на ком у команды GZ? I always wanna fly. Или флу в народе. Или лысый, как кому удобнее. Играет на Разоре. Солонис, Фурион. Матрица! Это тот самый Матрицу! Сережа Топор. Нам не найти. В миде на Destroyer. Бугага, Демон или Леня. И на ВР-очке Чернигов. В сложной. 1-1 стат уже у Чернигова. Есть тапок. Есть две ветки. И есть... Мэббэкфтик. Мэббэкфтик. Ну и будем наблюдать за этой игрой. Ну, до конца дня еще довольно долго. Еще раз напомню, что это финал Лузеров. О, малый финал Лузеров. После этого победитель этой пары будет играть с командой Gablack Team. В финале Лузеров. Ну и после этого грандфинал, в котором команда ХТ будет стартовать с преимуществом в одну карту. Так что выиграть у ХТ отборы украинские будет довольно тяжело. Ну, опять-таки напомню, что Goblin Team и Hard Team уже имеют слоты на Asus. Поэтому, в принципе, сейчас идет между ними там уже борьба исключительно за призовые на этих отборах. Ну, а вот здесь ребята дерутся за третью квоту на Asus. Проигравшим будет очень обидно. Ну, посмотрим. Так, здесь забегает Разор. Едва живой Лич. Лич сейчас умрет. Набивает его здесь. Серега Топор убивает. Отлично. Но под Firefly тут, конечно, вряд ли уйдешь. Еще выхиливается. Под Клокверком бегает. Пытается уйти. Ну, без тапка, да. Без вариантов. Минус Серега Топор. Забирает его с Куржи. Еще сносится 3-3 в этом матче. Весело. Пятая минута 3-3. В отличие от прошлой игры, довольно-довольно весело. Шернигов. 1-1. 13 на 3 Крипстат. Мисс на Хаоскнайте. Мы видим 25 на 4. Есть ПТ. Есть две гантельки. Вася, думай о хорошем. Ну и наблюдаем в миде у нас Бугагадима. Она 18 на 8. Есть Тапок. Есть Белт оф Джиант Стрэндж. Есть два. Две мантии. И Маджик Стик, конечно же, карает. Тут, вы смотрите, закрывает ВР-ку. Включает на Вентра. Начинает бежать. И, ну, неудачно совсем закрыли. Не совсем удачно, скажем так. Но! Лич спину на ВР-ку. Нету тут Вендрана. Вот сейчас включает Вендрана. Начинает бежать. Застопил ее тут Лич. Отстанется Шейкер. Будет ли стан? Есть стан. 3 секунды прилетает. Минус ВР-ка. Минус ВР-ка. Тем временем убили здесь Флу вместе с Серегой Топором. Минус Матрица и еще раз Клок ВР-ка. И забрали, забрали параллельно Тауэр. И по Тауэрам в итоге еще стал 1-0. Только первый Тауэр в игре еще 4-4. Восьмая минута у нас пошла. Продолжает бить Тер-2 Тауэр. Боже, как я хочу бухнуть эта борода. 22 на 10 в миде. Тер-2 Тауэр тоже падает. Тут, в принципе, дефить абсолютно нечем ребятам из команды Иван Дота. Иван Касса пишет. По старой схеме. Да, эти команды, я напомню, уже играли между собой. В 4-финале Винеров, я эту игру комментировал. Матч был очень крутой. Помню, ГЗ там выиграли. Помните эту игру. Там были врывы в мясо, супер драки. И в итоге все-таки ГЗ снесли трон. Когда уже казалось бы, что переломили ход событий ребят из команды Иван Дота. Но более-менее подраздуплились после этого. Так, прячут здесь Бэтрайдера. Бэтрайдер взял, тем временем, седьмой левел уже. Есть у него банка. Так, и много героев команды ГЗ в миде. Будут пушить Тавер. Отгоняет Бэтрайдер. Не дают ему даже близко подойти. Тавер по миду начинает падать. Станат Шейкера. Бэтрайдер. Вылазь Свинвиза. Зацепляется с тобой Серегой Топора. Сереге Топора. Будет ли хилл? Прячут. Отлично. Есть здесь хилл. Выкиливается. Рано. Рано. Выкилился. Розор включил ульт. Пошел. Зачем же так рано? Подбежал бы впритык к этой птичке Певчей. Да. И там под ульт Розора могли бы в принципе там навалять нормально соперником ГЗ. Но так не получилось. 9 минут игры ровно за нами. Бэтрайдер. Мы видим здесь находится возле Тавара. Ну и ГЗ не оставляет попыток забрать эту вышку. Ну и у них фармит Чернига, у которого есть уже Фойзы и есть Хадрес. Вызывает Матрицон. Здесь много тринтов. Получает чуть так по голове. И полетел АТП. По 3 стака уже на Амнинайте и на Разоре. Уже по 4. И прячет. Прячет здесь на развороте. Спокойно. Дестройер. Рановато. Опять-таки цепляют. Две секунды. До свидания. Разор включает ультимейт. Здесь мне Найт нужно подраться. Ульта отличная. Бука демона. Ну и дальше что? А нифига. Несаж. ПТ. Хлемов Айронвилл. Ну и ВРочка здесь вы видите чем занимается. Летит сюда кто-то. Это Клокворк. Клокворк тапок имеется. Щиток, Мэджик, Вонт и Хилочка. Больше ничего. Десять минут игры уже прошло у нас. Напомню, что проигравший в этом матче занимает четвертое место. Выигрывает 800 гривен. И к сожалению получает такую незавидную деревянную медаль. Ну а победитель гарантирует себе как минимум 1000 гривен. А также слот на Асус. Битва за слот, наверное, самая интересная игра. Все-таки тут уже реальная битва за квоту. Ну и напомним, что так как на Асус все 16 мест призовых, то по сути эта драка не только за 1000 гривен призового, а еще за те призовые, которые будут выиграны на Асус. Как бы что там, но в любом случае вы сможете выиграть. Связывают здесь! Связывают здесь клокверка и кто, поможет ли? Матрицон должен быть здесь. Матрицон залетает какого-то хрена на битрайдера. Улетел! Да ладно! Ай, куда он улетел? Боже, матрица! Матрица! Чу, лол, ты шо? Такое дно, мама! Чувак, это просто АПТБ 1К! Так, Разор тут зацепился, конечно, в леча не убил. Он клокверка, клокверк отбежал. Боже, Матрицон, а что, нельзя было сюда лететь? Или ты уже вкастовал, когда тебя убивали, и ты не смог поменять уже? Да, спасибо. Ай, ну тогда извини, это я дно, я ничего не понял. 5-5 счет стал в этом матче, 11 минут 33 секунды уже за нами. Ну и надо пушить здесь Тавер. Ну тут пушить его нечего, он почти динайбл. По фасту забирают его. Команда ГЗ. Чернигов, собственно, это делает. А тут оп-оп-опчина, оп! Плюс 2, плюс 152, Лич дает новую, Верка убегает. И Разор на развороте, давай лечу, нарезать по голове. Бэтрайдер встречает, есть первый стак, прилетает Фурион, закрывает лечо, Матрицон! Отлично! Можно бить Бэтрайдера, Верка начинает драться под фаерфлайем, не надо бегать. Верка, до свидания. Убили Чернигово, пытается Бэтрайдер догнать еще Матрицу. Матрица тоже уезжает в таверну. Так, тут Флай дерет. Клокверк на двоих закрывает. Но тут с ДД пацан включает ультимейт. Можно убивать этого Клокверка здесь просто. Нет, Разор, до свидания. Хил будет или нет? Хила нет, нет маны. О, теперь хил есть, конечно. Ну и тут пытается убежать под Асал Бэтрай, но без вариантов. Да, подбежал, конечно, еще Бугага Демон. Бигнам делает даблкил, побежал еще здесь за Дестройером, но без вариантов. 6-9. 4 в 1 размен. 4 в 1 размен для команды Иван Дота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй запахло жареным для команды ГЗ. Фавориты этого турнира, как мне говорила, Матрица. Ну и что дальше? Что дальше? 14-я минута игры. Ну и пока довольно уверенно себя чувствует вот этой своей стратой, да, через Бэтрайдера, через Нессажа, ребята, из команды Иван Дота. Здесь уже должно быть что-то побольше в куре. Есть, мы видим, Блейдсов Атак и Глассов Хейст. Нужен только рецепт. Шейкер 0-0. На Шейкер, кстати, на этот раз играет Брейн. А в прошлый раз, по-моему, уже играл не Брейн, да, или Брейн играл. В прошлый раз Бигнам играл, если я не ошибаюсь. Ну, собственно, ГЗ, ГЗ на этот раз опять будут противостоять той же стратегии, скажем так. Бэтрайдер 2-0, Клокверк 3-1, 2-0 у Миста. Ну и тут у суппортов немножечко не так круто. 1-5 Лич. В прошлый раз он тоже начал здесь врыв, пошел, пошел сюда, врыв на Мистерио, начинает его избивать. Фурион закрывает Матрица всех своих, кучу, о боже. Класс Шейкер врывается, Флу минус Бигнам, убивает Килинг Сприму, Шейкер пытается отсюда уйти, выхилит от всех, связывает Шейкера. Разор сбривает у нас Шейкера, Флу делает даблкил. Здесь цепляет еще Лича, минус Лич, минус 3, воспаление команды ГЗ. Бэтрайдера не зацепить, а Мистерио уже где-то на базе. Счет 9-9. Сравняли ГЗ. Все-таки равны эти команды по силе, что не говорить. Матчи очень интересные между ними, действительно равны эти команды, хорошо играют. Тир-2 Таур убивает ГЗ по миду на 15-й минуте. Ну и дальше, наверное, не пойдут. Ну, скорее всего, не пойдут, смысл куда-то валить. А-а-а, сделаю я. А-а-а, не-не-не-не-не-не-не-не, матрицу-таки поймали. Иван Оксана-то, а-а. Тюх, залетает еще Пендель тут под зад. Вот теперь точно сейв. Альт-С. Какая там у нас минута? Где-то вот такая. Продолжаем наблюдать. Бэтрайдер 3-0. Так что сделал Келлинг Спри. Мист рядом с ним. Ой-ой-ой, Разор получает 3 секунды. Сразу плюс 130. Прячет здесь... Кого тут вообще спрятал? Ай-ой-ой, Клоквер зажимает всю эту байду. Флай убивает одного. Включает Амни Найт Ультимейт. И что, нарезает Дестройер. Минус также Мистерио. Ну и Бэтрайдер пытается улететь здесь в истерике на Разор. АТП Аут. Разор не видит это. Бэтрайдер улетает. Чувак формил крипов. Да ладно. И еще раз минус 2. Уже 11-10. Ну ГЗ. ГЗ показывает свою истинную силу. Последний Т2 Тауэр остался в целых. Сейчас они туда пойдут. Летит тут Супер Мега Рокет. Очень точно. Нереально точно просто. Прямо ворошиловский стрелок. У Мни Найта, кстати, нету вообще ни черта. Здесь есть палка-толкалка. У Дестройера Разер у нас купил уже. Разор, если не джилет, можно не шпилить. Так, Юзайд Глиф здесь на Т2 Тауэр. Смысл они привязывают? Нет. Показалось, что привязывает Разора. Шиклшотом. Товарищ Виндранер. Бай Шернигов. Нет, просто Т2 Тауэр падает. Забирает его опять-таки Бугага Демон. Флу у нас 2 косаря. Голды имеет. Матрицон 1600. Какой он жесткий. Чернигов Мека 1500 за счет этих товаров. Ну, Омни Косарик. Ну и где Бугага Демон? Где он этот Бугага Демон? Где он? А вот он Бугага Демон. Тоже полторы косаря. Ну, прилично. Прилично очень имеет каждый из игроков. Даггер нужен Бэтрайдеру. Абсолютно обязательно. Здесь пытается дальше нафармить. У нас, вы видите, на Армлет. Кто у нас еще? Клокворк. Ну, Клокворка понятно. Пока очень все тяжело. Надо сначала ПТ, а потом уже думать про какой-то Вангвард и что-то остальное. Лич вообще, босса, ничего нету. Шейкер у нас 1500 нормально. Более-менее. Ну, я думаю, что, в принципе, по всему плану команды ГЗ приблизительно минуты через 4 должен следовать какой-то интересный файт. И после этого то ли Рошан, то ли просто пуш мида. Ну, что-то из этого точно должно быть. Не знаю, что именно. Но посмотрим, как будет распоряжаться ГЗ своим временем, своими айтемами и левелами. Потому что на данный момент оверпак у них просто громадный. И нужно им, как бы, сейчас пытаться решать максимально вопросы по победе в этом матче. Потому что если затянуть, то, конечно же, будут проблемы. Будут проблемы, потому что Хаус Найт, Хаус Найт это вообще борода. Это довольно жесткий типуля, который может не давать спокойно жить, очень активно. Матрицон фармит низ. Видим, купил став Уизардра. Это будет, я так понимаю, вторая полкалка. Или, может быть, конечно же, Некра гоним. Черт его знает. В принципе, Некра смысла делать тут особого нету. Все равно не расконтролит. 19 минуты игры. 19 минуты игры. И что дальше, товарищи? Товарищи, будет ли битва, будет ли драка? Будут ли мертвые тела в экстазе или нет? Пока все очень-очень тяжело. И все очень-очень спокойно. Мы видим, что тут тринты, тринты Матрицона пушат нижний лайн. На Крепов тут нападают, атакуют. Еще одна пачка тринтов. И вот за ними подходит Дестройер, Ирозор и Фурион. Также здесь ВР, Камни Найт и все пятером ГЗ будут пытаться сейчас зайти на ХГ. Получится ли у них? Заходят тринты. Много тринтов. Ну и видим, что тринтов поубивали. 350 хп у Тавра сбили ГЗ и больше ничего. Команда Иван Дот отлично здесь от Дефинус. Клокверк прыгает, прыгает сюда в толпу, прыгает на ВР-ку. Здесь же Амни Найт включает ультимейт. Стан четырехсекундный. Шейкер ультует. Воу-ой-ой, сразу после ульта Ани Найта. Матрица умирает. Бигнам тоже умирает. Умирает ВР-ка. И здесь пытается что-то сделать. Бугагадема два в один размен. Бьет Шейкер, умирает мисс. Здесь Разор нарезает все это мясо. Он уже довольно плотный Разор. Сейчас убьет одного и второго. Разор! Отлично! Даблкилл флай! Триплкилл у Флая! Как хорошо он там стоял с включенным ультом и просто раздавал нереально бешеный дэмэдж. Пять в два. Четко. Очень четко подрались ГЗ. В принципе, хорошо. По сути, начинали Иван Дота. Клокверк отличный прыжок во всю бригаду. Но там мультом Ник Найка. Шейкер врывается. Да, кажется, раскастовывается. Но Разор уже плотнячковый. Разор уже очень плотнячковый. Лайтнинг Ревенанс забирает Аэгис. Так, наверху что тут происходит? А, здесь Алеша загулял. До свидания, Лешек. Что ты говоришь, Леш? А, матрица, ничего лишнего. Не, Алексей красава, да, старается. Минус процент захотел. Ну, они уже 5% имеют, если что. Ну, точнее, не они, Аленя. Дима рядом сидит, машнит. Дима уже вообще должен быть где-то по пути в Чернигал, по-моему. Тут недалеко. Пойдем, покажу. Пойдем, покажу. Как Дарспайпоп Инсайт имеется у Разора. Фейзы. Мэджик Ваунд, Базила, Ван Гвард. Ну, также Аэгис он подобрал, мы это помним. Ну, и сейчас будет тяжеловато. Сейчас будет тяжеловато, ребятам, из команды Иван Дота. Летят они пока 15-13. Но Оверфарм очень жестокий у парней из команды... Газе очень жестокий. И... Шмотрим. Иван Оксана, 4-0. Разор, 7-1 тем временем, 72 на 9, Крипстат. Так, ну что, заходит Газе. Заходит Газе на хайграунд. Разор пока. И... Два Псидиан Дестройера. Здесь же ВРочка. Так, Дестройер, третий, подключается тоже сюда. Клокер пытается ворваться. Дестройер напал на Лича по плюс 90. Шекер! Шекер, какой врыв! Прыгает стой Клокер! Омнику смеет включить! Ой, Флоу убивает уже Касса! Шекера тут надо очень быстро сбривать! Флоу, очередной килл! Чернига убивает Брейна! Иван Оксана убивает Багага Демона! И тут просто бегут все... Ну что ж ты делаешь-то по файрфлайю? Флоу выхиливает его. Флоу нереальное количество дэмэджа здесь! Минус-мисс! Ну и сколько там у тебя? 71 плюс 145, 3 в 1. А Таур-то стоит, ребят. Танцы-танцы под фонтаном. Нави уже натанцевались недельку назад. Джух! Жилет! Нарезает! Так, есть еще глип у Иван Дота. Это серьезно, это очень серьезно. Что же будет дальше? Что же будет дальше? 9-1, Флоу. Минус-тавр. Забирает Сэрога топор. Падают бараки. Так, Шекер отстанется. Все живы у команды Иван Дота. Сейчас появится мисс. Будет возможность сделать стан. Здесь Пайп. Зачем же сейчас Пайп? Зачем вообще было делать сейчас Пайп? Матрицон, 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 Матрицон Красавелла вообще. Всего пять раз умер. Падает. Милишный. Как не повезло, Леша! Как не повезло! Клокер попытался крюкануть кого-то, но уже сильно далеко отсюда был разор и... Ну... Никак не достать. Абсолютно. 25-ая минута. Счет 18-15. Нету по миду барака уже у команды Иван Дота. Ну и для ГЗ тут уже чисто дело техники закончить эту игру. Обсидиан Дестройер. 83 на 17. Стат 2-2. 5-0 Бэтрайдер. 44 на 4. Разер. 9-1. 79 на 9. Разер. А где Капуста? Или ты же не умирал? Где Капуня? Дружаня. Капуня здесь уже что ли? Ого! Вот это интересно. Вот это очень интересно. А Орбит, так понимаю, Розоровский все-таки. Ну да, осталось копеечки просто для Давцы. Летит сюда это он, это он, это Леша Матрицон. Наконец-то на 25-ой минуте Алексей собирает Некра. Ну Леш, ну дай потроллить, молчи. Ну и будет сейчас очередная попытка от команды ГЗ. Сделать пуш. Сделать интересный пуш. По миду, видите, уже они барак сбили. Здесь намного проще. Но вот Крипов с Лонгренжи могут убивать Иван Дот. Так, забегают сюда Некрономиконы. Можно пойти попытаться с Манопа выжигать вообще-то. Боже, смотрите, как по-царски Матрица контролит Некрон. Шекер, прыгай в толпу. Да ладно, ой-ой-ой-ой-ой. Минус 4 в секунде. Минус 5. Та ты что. История повторяется. Как четко, просто. Минус 5 минус Аэгис. Браво команда Иван Дота. Дабл килл от Бигнама. Браво. Вот это стоит аплодисментов. Отличный вырыв какой от ребят. История начинает повторяться. Монстр килл отдал флу. Спасибо, говорит, ребят. Ну, Некрам, Матрицонок гуляли так очень четко. Всех били. Тауэр танковали. Ну, все как положено. Ну что, шанс закончить игру, в принципе, упущенный. Сейчас будет тяжелее. Намного. Намного будет тяжелее. Шекер уже с отличным монопулом. Сейчас будет с Аркан бутсами. Сейчас будет уже с... Да. Есть Талисман, есть отличный монопул. Есть Energy Boots, Брасер, есть ветки. Хорошо. Хаоснайт мы видим. Уже Армлет. 500 голды по Т2. Две гантели. Фафтер выиграл 2-0 у Кривбаса. Ай-яй-яй-яй-яй. Как неприятно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 5-3 у Клокверка. Брейн. 2-3. Но врыв, конечно, стоит этих трех смертей. Врыв отличный, я бы сказал. Просто на 5 с плюс. Продолжаем наблюдать. Итак, мист. 2-3. По-прежнему стат. Что делает Газе? Разорчик. Разорчик фармит. Ну, понятно, что выход будет, скорее всего, в Монтостайл. Ни во что другое. Ну, может быть, конечно, и придумает что-то сверхуникальное товарищ Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но я сомневаюсь. Матрицион. Матрицион. Нужны, конечно, третий некрас. Желательно, побыстрее. Нужен контроль некрови. Вообще, нужна выживаемость. Потому что 1100 хп это очень мало. Но знают они, что команда Иван Дота зажата просто у себя на базе. И особо здесь ничего не сделаешь. ВР-4-5. ВР-4-5 53 на 4 Крипстат. Напомню еще раз. Это малый финал Узеров. Проигравшая команда едет домой. Победитель выигрывает квоту на международный финал. Asus Summer 2011. Возможность побороться за 250 тысяч призовых. Всего в одном матче. Поэтому осторожности мало здесь, конечно же, не будет. Чернигов. Ультимейт Орб. 5-3 у нас у Клокверка. У Лейча 4-9. 2-3 у Миста. Битрайдер, кстати. 6-0 анблабабл. И Брейн 2-3. 49 на 1 Крипстат. Заходит на ХГ. Зашли на ХГ. Сейчас будет с Крипами. Так, Фурион вызывает своих тринтов. Вот, все. Зашли с Крипами. Можно бить Барак. Барак умрет. Барак отдает, в принципе, Иван Дота без особых проблем. Он им нахрен не нужен. Нет, все-таки вы смотрите. Побежали, побежали куда-то. Искать Шейкера побежали. А где Шейкер? А вот. Нашли Шейкера. Побежал Матрицом. Гонять Шейкера там. Все обивают не кровь. Главное, да, Шейкера так и не догнал. Барак целый. Барак целый. Побоялись. Нет, Барак сейчас упадет. Два удара в Барак осталось. По два. Да, падает Барак по миду. И геймзон отходит назад. Ну, и вот этот весь план был, чтобы забрать этот барак рейнджевой. Ну, а... Чего ж так напряжно-то, а? Тавер внизу тоже пушится. У него 900 хп осталось. Наверху, напомню, 400 хп. Ну, проблема Иван Дота. Вот как бы, кажется, играют они отлично. Но у них одна проблема. Они не могут как-то собрать чехлы. Пойти выиграть драку. Да, выиграют они 5-0. Там, 5 в 1, 4 в 0. Но они вот после этого ничего не могут сделать. То есть, выиграли вы драку. Да, соберите себе Тирошана. Пойдите-нападите. Постоянно играет от дефа. И вот как бы... В этом-то проблема, что рано или поздно их растягивают и убивают. Имеется уже Хекс у Дестроера. Тут медальон у Амни Найта. Что у ВР-очки? Там у ВР-очки тоже заготовочка, так сказать, на Хекс. Матрицон. Есть капост на Некро 2, но, видимо, держит на байбек. Фурион, 1-7. 1-7 у Фуриона стат. Не сказал бы, что очень хороший, но такое. Такое, Леша, такое. Ну и Ван Дота возвращается опять все на Тауэр. Потому что пушится верхняя линия нереальным количеством трэнтов, которые идут к этому Тауэру 400 хп, что мы его убьют. Леша, тем временем, уже прилетает вниз, начинает пушить нижний Тауэр. Вот Фурион, отличный герой за счет этого. За счет него можно просто растягивать команду по линиям нереально быстро. Можно заставлять ребят как бы передвигаться, держаться ближе к своей базе. Не вылазить никуда в атаке. И вот, видите, убивать после этого Рошана. Дестроер на этот раз решили. Все-таки Дестроер. Забирает Аэгис. Хекс толкал к ПТ. Разор ничего нового не купил. Монта Стайла нету, но и, в принципе, откуда он возьмется. Как всегда, очень точная ракета. Ну и Чернигов. 4-5, 56 на 4. Все, Крипстат. Пушит лайн. Есть у него Мека. Апхилл, в принципе, должен быть неплохим. Маны довольно много у Амни Найта. Почти полная. Ну и заходит на ХГ Разор. Начинает нарезать. Нужно поубивать всех крипов. Желательно побыстрее. Первый стак полетел от Бэтрайдера. Рядом уже у нас Дестроер. Хекс Бэтрайдера. Начинает его бить. О боже, какая плюха. Минус Бэтрайдер. Соцепились из Буковя Демона. Ну-то нужно ему уходить. Некра побежали ловить. Побежали ловить Шейкера. Шейкер не может бринкануться. Все отлично. А Ультлича летает. Ультлича. Где Пайп? Где Пайп? Вот только теперь Пайп. Нет, нету Пайпа вообще. Матрица еще чуть. Леша. Так, Бит Тауэр. Бит Тауэр. Все остальные красные. Здесь загуляла у нас Сверка. Чернигов. Можно убить еще и Бараки. Свяжи, свяжи и бежать. Бэтрайдер выкупился. Три стака уже на Верке. Чернигов быкует на ура. Подлетает к нему Клокверк. Сейчас поставит Ког. Нет, есть Мека. Отбегает. На себя агрит всю эту бригаду. Здесь начинает высасывать дэмэдж у Бигнама. Минус Клокверк. Зеленый посох. Нет, Иван Александрова убивает Чернигова. Здесь дерется Бугагодемон. Минус Лич. Бараки-то целы, а? Но Разор здесь. Разор здесь. Омни здесь. Спину забегает Бэтрайдер. Двое мертвых ускоржей. Падает таки Миличный Барак. Сейчас спадет Рыжевой. Останется одна сторона. Так, так, так. Шекер стан. А прыгнуть. А ульта. А ульта есть. Дружище, а что ж ты не прыгал в эту толпу-то, а? Так, прыгает сюда Мистерио. Прыгает Мистерио. Дает стан в Матрицу. Ну, а в кого же еще? Матрица. Ой, хороший Хекс-то. Какой Шекер. Минус Матрица. Шекер таки плейкнул. Но... Ой-ой-ой-ой-ой. Минус. Минус здесь Аэгис. Но, в принципе, это уже слабо важно. Потому что побежал уже здесь Флу. Драться под фонтаном. 12-2 у него статистика. Это отлично отыграли ГЗ. 23-22. В принципе, опять-таки, в такой же ровной по счету игре. Они переигрывают команду Иван Дота. Второй раз за этот турнир. Мистерио, наверное, будет Матрицу ненавидеть до конца своих дней. Что два раза на одном турнире проиграть и вылететь от одной и той же команды. Это, конечно, обидно. Нет, но это еще не все. Врывается сюда Клокер. Закрывает с собой Разор. А Разор сейчас развалится здесь просто на куски. Бугага Демон убивает кассу. Убивает также Флая. Серега Топор тоже умрет. Но и они еще будут держаться. Есть еще у Тавра 250 хп и два барака. Еще можно жить, ребят. Но я бы, конечно, ливнул, не напрягал всех остальных. Но ладно. Хотят, пусть хотят. Бугага Демон делает даблкил. Бэтрайдер тут же выкупается. Толкает себя подальше отсюда Леня и убегает. 36 минут и 3 секунды игры за нами. Счет 25-24. Пользу команды GameZone. И у команды Иван Дота огромнейшие проблемы. Огромнейшие проблемы. Надо БКБ Десажу. Хотя, в принципе, оно уже не поможет. Там есть хиксы. Там уже есть все, что вообще должно быть. Ну и одна линия всего осталась у Иван Дота. Это беда, ребят. Это беда. Это попахивает четвертое место. Ну, пусть ребят не отчаиваются. Возможно, возможно, они получат инвайт. Все может быть. Подумаем мы, подумаем. И расчим. Едва живой Мистерий уходит на базу Регеница. Здесь мы видим, Бэтрайдер разбирается с иллюзиями ВР-очки. Бугага Демон у нас наверху. 5-3 у него стат. ВР-ка 4-6. Леша. Некра-3. Браво-браво. Браво, Алексей. Жидкие аплодисменты звучат в зале для Матриц. Ну и что? ГЗ заходит на ХГ. Заходит Раззор. Нужно быстро убить Тауэр. Забегает просто сюда под пайпом. Подтянули БГГ Демона. Раззор раздает массу демеджа. А вот включает Амни Найт Ульт. Как-то не очень четко. Но минус Касса. Минус Мистерио. И будет еще один минус. Да, тут уже просто нереальный демедж раздает. Дестройер. Даблкил. Чернигов минус Биг Нам. Уэл Плейд пишет Биг Нам. И команда Геймзоун выигрывает. Выигрывает этот малый финал Лузеров. Занимает уже гарантированно третье место. И получает шанс подраться за место второе. И получает также квоту на гранд-финал Асус Саммит 2011. Ребята, пять минут перерыв. И финал Лузеров. Габлин Тим против Геймзоун. Пять минут. Не больше. После этого гранд-финал. И усе, товарищ. Сейчас маленький прерывчик. Никуда не разбегаемся. Я создаю уже игру для ГЗ.